Вообще карате раньше учились по единоборствам, по книжкам. В книжках были фотографии. Одна фотография и другая фотография. Ну и просто сенсей Казе, даже, он вся семья была преподавателя дзюдо, там у него был отец, там братья, он увидел книжку, сказал, я хочу заниматься каратэ. Папа, разрешите, книжка или там фильм, помните, мы смотрели фильм. Но для нас, для специалиста, очень важно не то, что нарисовано на фотографиях, а то, что происходит между. Согласны? В середине самое интересное. Так же? Согласны. Поэтому посмотрите, даже вот простой элемент иската, иската, быстро, ничего не видно, все так делают. Медленно появляются какие-то позиции, да? Эти позиции были, они остались вот в Ситарю, в старых окинавских школах. Там, где пошел спорт, позиции удлинились, эти позиции стираются. Хочу обратить на это ваше внимание. Давайте сейчас сделаем ваши техники, поймайте в середине позицию. Выходи, выходи. Я так и знал. А, динку сюда, атакуй, чем хочешь? Быстро, давай рукой, рукой. Усиление, посильнее, так сильно делаешь. Хорошо, скажи. Это для фотографии позиция, правильно? Да. Потому что, что, очень опасная комбинация. Рука, нога. И уход очень легкий, да, назад? Да, нет, вот сюда, вот сюда. Давай. О, хорошо. Это позиция очень хорошая для меня, видите? Он уже что? Ничего делать не может. Я? Все. То есть, то же самое, как фотографии, влияет на мастеров каратэля. Для того, чтобы показать так, на практике, так. Авката, смотрите. Авката вообще... Атакуй. И я должен идти вперед. Еще очень сложно. Поэтому вот это промежуточное звено сейчас попробуйте сделать. Эээ, готов? Ты готов? Ага, хорошо. Будешь стыковать? Атакуй. Вот эта рука, что впереди, это и есть техника НТ перед направлением. Той рукой можешь? Той, нет, той рукой. Нет, этой. Теперь, смотрите. Никакая шедача. Теперь я могу с ним делать... Все. Без этого, как он ломается. То есть, без практики. Еще раз посмотрите. Он готов. Еще нет. Я готов, то он готов. Будет атаковать. Все. Он мой. Ну, этот первый пинан или хиан. Простой блок гидан-барай. Обратите внимание на середину. Давайте еще раз я покажу. Медленная готовность. Защита. Как она называется? Скажите мне. Ситуация. Не рака. Только что сказали удар. Нет. Как называть? Ситуация скрещения. Т рука. Куми. Переда. Скрещение рук. Без этого никакого куми-Т нет. Куми-Т здесь. Два? Три. Дальше по вашему усмотрению. Пожалуйста, по парам вспомните. Пинан, хиан, первую технику. Не спеша, пожалуйста. Медленно. Мозгами надо работать. Поэтому сюда приехали те, кто интересуется. И следующий нюанс. Смотрите. Камая. Опять же, когда мы начинаем движение, появляются какие-то простые позиции. Смотрите. Коса дачи. Никажа дачи. Да. Задержитесь на этом движении. Не надо делать полностью. Паровоз поехал с Киева в Москву. Остановитесь в Брянске. И вы увидите, что что-то поменялось. Правильно? Я тоже в Брянске. Да. И на этой остановке необходимо сделать какую-то технику. Что будешь делать? А я не буду думать. То есть остановитесь здесь. Посмотрите. Я атакую, а он защищается. Еще раз. А как я защищаюсь? Любую технику. Я на тебе иду. Что ты будешь делать? Не, не. Защищайся. Что ты будешь делать? Какую-то технику. Любую. Цуки, кизами. Встречай. Да. Позиция не каша-дача удобная для меня. Все это произошло. Я дальше думаю, что мне надо делать в этой ситуации. Сам применяю решение. Ну, немножко поддайте мне. Я тогда по-другому. Обязательно дальше подумайте, что вы дальше будете делать. Многие говорят, каратэ там не борьба, наш стиль. Подумайте, как вы можете им управлять, положить и... Чтобы он немножко сдался. А тут, к сожалению, не мастер. А в управлении, знаете, у кого больше опыта, мастер джиу-джитсу, правильно? У того больше практики. Пожалуйста, подумайте, как. Потому что каратэ, джиу-джитсу, айкидо, это все одно. Это все буддо. Еще раз посмотрите. Кто такой? Я атакую. Остановился. Промазал, попал. Пожалуйста, попали.